В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О третьей волне и антипрививочниках состоялось очередное заседание Комитета по социальным вопросам. Пикники отменяются. В Сарове вновь ввели запрет на посещение лесов. На встречу ветру участники мото-клуба «Вагобонд» рассказали, как юношеское увлечение стало образом жизни. Далее расскажем обо всем подробно. Готов ли Саров к третьей волне пандемии коронавируса? Почему в городе набирает популярность антипрививочное движение? Нужно ли сегодня сдавать тест на антитела? Эти и другие вопросы главный санитарный врач Ирина Игнатьева обсудила с депутатами на очередном заседании социального комитета. Подробности в следующем репортаже. В начале пандемии одним из самых популярных анализов был тест на ковид. Сейчас у платных лабораторий собираются очереди для сдачи анализа на антитела. Тест на количество антител не говорит об уровне защиты. К такому выводу сегодня приходят многие исследователи, рассказала на заседании Думского комитета Ирина Игнатьева. Правильно абсолютно делают медицинские работники, которые говорят, что не надо ориентироваться на уровень антител. Нужно ориентироваться на эпидемиологическую обстановку и на время, которое прошло после заболевания. Полгода после заболевания и на сегодняшний день год после, пока, пока во всяком случае, год после спутника ВИП. Это все мировой заговор, врачи врут, им нельзя верить, эта вакцина еще не проверена. Такие лозунги с каждым днем набирают популярность среди участников антипрививочного движения, которое развивается и в нашем городе. В информировании населения о положительной стороне вакцинации могут помочь депутаты, предложила санитарный врач. Одно дело, просто говорить нашему слову не верят, потому что всегда считается, что у власти и у руководства, организации, которые предлагают ту или иную услугу, стоят люди заказные, которые будут говорить все, что угодно. А вот в зависимости от того, как они делают и есть ли результат в их действиях какой-то, вот это может служить, я думаю, примером. С докладом о вакцинации выступил также Петр Смирнов. Ярким примером ее положительного эффекта он считает практику Израиля, где примерно 95% населения привилось в кратчайшие сроки. Ковидную ситуацию вакцину улучшили и в других странах, и в результате ограничения там постепенно снимают. Давайте подумаем о том, как в нашем городе, пускай это будет какой-то пилотный проект, пример для всех, да, что мы пускаем людей, которые получили прививку, этих 13 тысяч, в учреждения свободно, пускаем их в свободный ресторан, пускаем их в свободный кафе. Вот, собственно говоря, такое предложение. Еще одним вопросом, волновавшим народных избранников, была готовность Сарова к третьей волне пандемии. Основная возможная угроза нового витка заболеваемости – не количество инфицированных, а форма перенесения COVID-19, считает Ирина Игнатьева. У нас все-таки, вспоминайте, тяжелых форм от количества заболевших был примерно там, ну, по России в целом до 5%, у нас особо-то тяжелые были до 1% от заболевших. Сейчас ужас в том, что если заболевших будет и много меньше, но тяжелых форм среди них больше, то потребуется огромное количество стационарных койк, оборудований, к этому медики готовятся и готовы. Пандемия нанесла удар не только на физическое, но и на психоэмоциональное состояние саровчан. Помочь в этом могут психологи, работая с целевыми группами населения и помогая тем, кто заболел. Такой формат работы с населением предложили народные избранники. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В нашем городе продолжается рост числа заболевших COVID-19. С начала июня в Сарове зарегистрировали 208 новых случаев. Для сравнения, за май их было 70. Специалисты связывают рост заболеваемости, в том числе и с тем, что саровчане стали пренебрегать ношением масок в общественных местах и транспорте. Мы решили узнать у горожан, соблюдают ли они масочные режимы, что необходимо сделать для того, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции. В последние дни в нашей стране ежедневно фиксируют более 17 тысяч случаев заражения COVID-19. Давайте спросим у саровчан, как, по их мнению, можно остановить пандемию коронавируса. Соблюдать масочные режимы. Прежде всего, прививки сделать, ну, кому надо, потому что это кто не болел. Ну, руки обрабатывать, воды побольше пить сейчас для иммунитета, витамины. Вирус может не только через дыхательные пути, но и через слизистые глаза проникать. Размеры вируса гораздо меньше, чем размеры пор в маске. Ну, я считаю, что это избыточное. Ну, вот все меры, то есть, больными никуда не ходить. Это сложно, на самом деле, но вот нужно. И руки обрабатывать. Ну, то есть, все, что врачи советуют делать, они же не просто так советуют. Надо думать не только о себе, но и о других. Вот, причем в государстве основные эти, как руководители, тоже сделали прививки. Они показали пример, поэтому я думаю, что мы тоже должны все сделать прививки. Прививки делать вообще-то, ну, так же носить маски, пока не сделают нам, как это уже, ослабление, когда. Вот, перчатки, магазин, ну, везде на работе маски нас заставляют, мы ходим всегда. Как мы выяснили, большинство саровчан выступают за соблюдение масочного режима и вакцинацию от COVID-19. Министерство просвещения пройдет выпускной для всех российских школьников. 25 июня мероприятие состоится в онлайн-формате. Трансляция начнется в 12 часов. Об этом сообщили на официальной странице ведомства ВКонтакте. Участников праздника ожидают напутственные слова педагогов, звезд российского кино и эстрады, а также творческие подарки и сюрпризы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Россиянам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, после возвращения домой из поездки не надо будет сдавать ПЦР-тесты на COVID-19. Такие изменения в действующие правила санитарной безопасности при пересечении государственной границы подготовил Роспотребнадзор. Сейчас они проходят общественное обсуждение. Послабление предлагают дать и тем гражданам, кто переболел ковидом, и у них есть антитела. При этом обязательным останется размещение на портале госуслуг информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие моноглобулинов G COVID-19. С 22 июня в Сарове действует запрет на посещение лесов, а также запрет на разжигание костров и приготовление пищи на углях. Об этом сообщает департамент городского хозяйства. По городу установлены соответствующие аншлаги, запланированы профилактические рейды. Также уполномоченные сотрудники будут проверять соблюдение запрета на купание в неустановленных местах. В настоящее время в Сарове можно купаться только на пруду Боровом и Протяжке, где специалисты постоянно проверяют качество воды и безопасности дна, а также дежурят медики и спасатели. В связи с жаркой погодой ДГХ настоятельно рекомендует гражданам в случае, если они почувствовали недомогание на пляже, незамедлительно обращаться к дежурным медикам. За нарушение запрета на посещение лесов и на купание в неустановленных местах граждан могут привлечь к административной ответственности. Аэрофлот внес изменения в правила и процедуры перевозки животных. Теперь пассажиры смогут брать на борт до трех питомцев. В одной перевозке можно провозить двух взрослых животных от шести месяцев, в случае, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 килограммов. Сообщить о том, что пассажир планирует перевозить четвероногого друга, теперь можно за шесть часов до вылета. В соответствии с новыми правилами, при регистрации животные клетку будут фотографировать, а на переноску прикрепят стикер с данными питомца и телефоном владельца. Аэрофлот также снял ограничения на перевозку собак брахицефальных пород. Список потенциально опасных пород собак, которые запрещены к перевозке, сократился с 75 до 12. Мотоцикл – это не просто транспорт, это состояние души. Ежегодно в конце июня во всем мире отмечают День мотоциклиста. Участники мотоклуба «Вагобонд» рассказали, как юношеское увлечение стало образом жизни. Подробности в следующем репортаже. Для Андрея Сурменева мотоцикл – это и мечта, и образ жизни. Впервые тягу к двуколесным железным коням он почувствовал в детстве, когда сел на моторный велосипед. С тех пор он буквально был одержим мечтой мотоцикли. И в 13 лет смог купить Яву 350. Андрей Щербаков со школы увлекся ездой на мотороллерах. Позднее пересел на свой первый мотоцикл – Урал. Сейчас он рассекает на круизере Ямаха. По словам Андрея, это хобби не для каждого. Чтобы уверенно чувствовать себя на дороге, нужна хорошая реакция и стальные нервы. Некоторые ощущения сложно описать словами. Это нужно попробовать. Поэтому людям, которые приходят и спрашивают, почему ты занимаешься именно этим, я говорю, вы никогда, наверное, не поймете, пока сами не попробуете до конца. Можно читать книжки, можно смотреть фильмы. Но в действительности все это, когда в твоей жизни на все 100% ты начинаешь понимать и осознавать. Но тоже все приходит не сразу, все приходит со временем. В мотоклубах мотоциклисты делятся опытом, находят новых друзей, с которыми колесят по всей стране, преодолевая тысячи километров. Политика клуба помогает не только братьям-мотоциклистам, но и тем, кто оказался в сложной ситуации. Для участников мотоклуба «Вагобонд» уже стала доброй традицией радовать детишек из детских домов и организовывать для них интересные мастер-классы. Мы общаемся с другими клубами, мы ездим в гости к другим клубам, можно сказать, что по всей территории России. То есть, соответственно, общение именно, скажем, на эту тему, на тему мотоциклов, на тему мотоэкстомазинга, на тему путешествий опять тех же самых, совместных поездок. То есть, общественная деятельность у нас тоже присутствует. Мы ездим в детские дома, мы занимаемся с молодежью. Представители мотоклуба «Вагобонд» рады помочь всем желающим узнать что-то новое о железных конях и ждут в своих рядах тех, кто хочет стать частью мотокультуры на лиц старше 18 лет. 23 июня во всем мире отмечают Международный Олимпийский день. В разных странах проводят забеги, марафоны и другие мероприятия для популяризации массового спорта. К празднику присоединился и Саров. В рамках проекта «Дворовая практика» ребята провели серию игр по мини-футболу и волейболу. Подробности далее. Лето с приветом. Проект «Дворовая практика» с каждым днем набирает популярность. Интеллектуальные спортивные игры, живое общение и просто отдых на свежем воздухе. Каждый ребенок находит здесь что-то для себя. Юные саровчане порой образуют команду из тех, кто любит играть в футбол или волейбол, либо хочет научиться. Я прихожу сюда каждый день. Здесь очень весело. Можно поиграть в волейбол, в футбол, в снайпер, в разные физические и спортивные игры. Я считаю это веселым, потому что ты можешь научиться играть лучше, показывать свои умения в школе, возможно выигрывать какие-нибудь призы. Как футбольный, так и волейбольный матч немыслим без азарта и соревновательного духа. Юные спортсмены провели серию игр, посвященных Международному олимпийскому дню. Всего в нем участвовало шесть команд. Сегодня мини-футбол и волейбол. То есть волейбол это смешанная команда, но уже более старшая. То есть это от 14 лет, ну где-то до 17, ой не до 17, до 16, да. Вот такой промежуток. А вот мини-футбол здесь я говорю уже там где-то от 11-12 лет до 15-16. Основные игры на стадионе у 10-й школы прошли 23 июня. Все участники турнира в конце дня получили сладкие призы. Уважаемые жители, впервые в городе все цены пополам. Любая пара от белорусской фабрики от 800 до 1300 рублей. Туфли, босоножки, ботинки на любую ногу, в том числе и высокий подъем, широкую стопу и выступающие косточки. Только в четверг и пятницу, 24 и 25 июня. Ледовый дворец. Спешите, таких цен больше не будет. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 24 по 27 июня там проходит медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку в течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ, температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело как взрослым, так и детям. Также на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пиргой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пиргой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 24 по 27 июня с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова